И о сельхозкультурах сегодня поговорим с нашим гостем в студии. У нас руководитель Управления развития растеневодства Министерства сельского хозяйства Республики Марлен Лужабаевич Успанов. Марлен Лужабаевич, доброе утро. Добро пожаловать. Приветствую. Вы в нашей студии не в первый раз. Уже говорили на эту тему, вы делились прогнозами. А сейчас давайте проговорим про то, как начался сезон. Мы только что об этом озвучили. Сентябрь был дождливый. И начало сезона также. Только недавно все приостановилось. Как это повлияло на сбор урожая? Доброе утро. Надо, наверное, отметить то, что на сегодняшний день мы уже приблизились к отметке 50% по убранным площадям. На сегодня убрано более 8 миллионов гектаров. Это составляет порядка 48%. Радует и урожайность этого года. 14,7 центнер урожайность. Мы уже на сегодняшний день намолотили порядка 12 миллионов тонн зерновых. Если сравнивать с прошлым годом, да, то прошлогодний уровень отметка на аналогичную дату была в пределах 10,1 центнера. И убрано было порядка 5,5 миллионов гектаров. Это, конечно же, радует. Но погода вносит свои коррективы, конечно же. Как вы правильно отметили, в начале сентября обильные осадки были. И последние погоды, вот эти устоявшиеся, дали нам возможность ускориться в этом направлении. И в целом на сегодняшний день уборочные работы, можно сказать, уже идут массово во всех регионах. При стабильной погоде дедлайн какой, то есть окончательный срок, когда нужно успеть убрать 100%? Ну, это, конечно, отметить очень сложно. Потому что крупные хозяйства, они, можно сказать, уложатся в определенные сроки при благоприятном погоде. Более мелкие хозяйства, у них затягивается уборочная работа. А с чем это связано? Ну, наличие техники. Помимо погодных условий? Да, погодных, конечно. Конечно, есть и другие факторы для уборки. Но определенно дедлайна нету. При благоприятных условиях, конечно, недели 2-3 могли бы убрать. Ну, хорошо. Как вы озвучили цифры, мы собрали гораздо больше, чем в прошлом году, за аналогичный период. Но погода все-таки повлияла, есть влага в зерне, в тех же самых корнеплодах. Как вы справляетесь с этой ситуацией? Зерносушильных аппаратов хватает ли? Конечно, с учетом влажных погодных условий, да, актуальный вопрос сегодня стоит по зерносушильным агрегатам. На сегодняшний день в республике имеется более 1300 единиц зерносушилок, да, которые используются как в элеваторах, так и у сельхозтовопроизводителей. Из них большее количество, это больше 1000 единиц работает на дизельном топливе, есть на газу, который порядка 250 единиц. Со стороны государства принимается ряд мер в этом направлении, да, выделено более 67,7 тысяч тонн дизельного топлива именно на сушку зерновых. Также предусматривается выделение сжиженного газа на сентябрь месяц уже есть договоренность с Министерством энергетики, да, выделено уже 5,5 миллионов, ой, тысяч тонн сжиженного газа, да, по потребностям областей на сегодняшний день по 6 регионам уже идут отгрузки сжиженного газа. Вы сказали вопрос с сушильными агрегатами, да, и мы об этом упомянули в своем материале несколько минут назад. А 1300, а сколько не хватает еще, сколько должно быть? Да, есть ряд потребностей, да, по заявкам регионов, да, на сегодняшний день еще необходим 82 единицы зерно-сушилок, да. И в этой части также государством оказываются меры, вот, с финансовым институтом, Каза-Агрофинанс выделяется кредитованием в этом направлении, на сегодняшний день идут сборы заявок с всех острых производителей. А в каком-то регионе, прости, острый вопрос стоит в каком-то регионе с зерно-сушилками? Ну, острый так особо не стоит, конечно, но основной потребностью это в зерносеющих регионах, да, это наши три основные регионы, также Павлодар, Карагандинская и Восточная. На севере, то есть 82 единицы техники, которых не хватает, как раз-таки нужны на север Казахстана. Да. Хорошо, а какая обстановка сейчас диверсификации полей? Диверсификация полей, это как бы основная, один из основных направлений в растении и воде, да, это, как мы знаем, в Казахстане больше, ну, долгие годы больше половины засевают с монокультурой пшеницы, да, и ерувой, ну, при неблагоприятных условиях, да, при низкой цене на пшеницу, да, приносит ряд убытков аграриям. В этой связи диверсификация в целом поселенных площадей дает возможность уходства производителям, как-то диверсифицировать свое положение и в целом экономику, да, и здесь министерством был проведен обширный анализ в этом направлении, разработана дорожная карта, постепенное снижение доли пассивных площадей, как я сказал, мягкой пшеницы, да, и увеличение более приоритетных и высокоориентабельных культур. Также государством оказываются меры господдержки, да, вот, например, по таким приоритетным культурам, как сахарная свекла, масличная культура, гречиха, кукуруза, выдаются субсидии на производство данных культур и на сдачу переработки именно. Высокоориентабельные сахарные свеклы, рис, они же влаголюбивые, их считают высокориентабельными и насколько вообще целесообразно их у нас выращивать, учитывая, что мы 2D-дефицитная страна? Конечно, вы правильно отметили, они являются более влагоемкими культурами, да, и с учетом некоторых девицитов по воде и по дорожной карте отмечается снижение площадей риса и хлопчатника, но не на сахарную свеклу. Постепенное снижение есть, но это в целом достаточно этих площадей наших для закрытия наших потребностей. Но это, наверное, еще благодаря этому сезону, который выдался дождливым, а в будущем какие прогнозы? Еще раз повторюсь, как мой коллега Тимур озвучил, мы являемся страной вододефицитной, нам не хватает влаги, целесообразно ли это выращивать, те же самые культуры у нас? Так, как я уже отметил, министерством был проведен обширный анализ в этом направлении, и ежегодно поставлены индикативные показатели доведения недобленности по ряд культур. Все эти виды культуры были учтены с возможностями областей, по специфике в отрасли. То есть на контроле и всего хватит? Да, конечно. На скольких процентах пассивных площадей водоизберегающие технологии уже внедрены? Можете ответить? Вот кабельное орошение и многие другие. Да, это один из приоритетных направлений в целом развития растений, но применение водоизберегающих и технологии. Это в основном применяется на южных регионах, при орошении овощных культур и других культур. То есть применяется, вы контролируете, делаете прогнозы, ведете анализ, и если мы хотим решить проблему с вододефицитом, решение, одно из решений, это орошение. Это конечно водоизберегающие технологии, конечно, орошение. Капельное орошение. Ну что, мы не будем, наверное, задерживать гостя. Спасибо, что вы пришли. Это был Марлен Лжабаевич Успанов, руководитель управления развития растениеводства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Вас отпускаем и продолжаем. Спасибо. Обратите.